Без воды, без гелетристики, здесь только сухие цифры. И в память того, что было сделано. Я надеюсь, вы познакомитесь с этой книгой, мы ее вам всем вручим. И это избавляет меня от необходимости делать подробный отчет о сегодняшней произношении. Тем не менее, несколько слов. Я как-то стала забываться, в каком состоянии начала века находилось все городское хозяйство. Из-за токального многолетнего недофинансирования. Это изношенная до конца, что называется, коммуникация. Это дефициты дорогой мощности. Это детское жилье. Это неразвитая дорожная сеть. Это сложное положение в больницах, в школах. Это долговская дамба. Это памятник советскому долговскому дамбу. Это дамба, московского вокзала и так далее. Мы понимали, что с этим надо что-то делать и делать все еще. Мы взяли это окружение, принцесс Теодора Розельта. Делали, что можешь, с тем, что имеешь, там где-то есть. И все остальное происходило на ваших глазах и с вашим непосредственным участием. Мы ремонтировали, строили новые дороги, новые развязки, новые путепроводы. Мы ремонтировали жилых фонд, реставрировали памятники, архитектуры и фасады. Мы отрывали новые станции метро. Мы строили новые театры, школы, больницы. Мы делали все возможное, чтобы придать динамизм, придать мощный импульс развитию города. Мы влюбляли Петербург, заубежники, советские группы, российских крупных инвесторов. Они строили заводы, создавали рабочие места, пополняли городскую базу. Мы более чем 5 раз увеличили бюджет города, и в этом, как вы знаете, только на образовании расходы сопоставимы со всей городской базой 2005 года. Мы были настойчиво упорны в отставе интересов Петербурга в федеральном центре. Мы со всех министерств и ведомств выхаживали, вытаптывали, выбивали ресурсы для Петербурга. И сегодня, безусловно, мне нужно сказать огромные слова благодарности президенту Российской Федерации, Дмитрия Анатольевича, и переделу председателю правительства Владимиру Ильичу Путину, правительству Российской Федерации за их поддержку. Благодаря этой поддержке мы достроили даму, мы строили прицелую автомобильную даму, мы достроили западный скоростной диаметр. Благодаря этой поддержке Петербург возвращен тот статус, о котором мечтал основатель нашего города Глеб Керр. Мы стали де-факто и де-юро с переездом институтного суда второй столицы Российской Федерации. Петербург стал центром международных форумов высокого уровня, симпозиумов, даже экономических форумов. Он стал, по сути, дипломатической столицей, и это, безусловно, придавало мощный импульс и деловой активности, и инновационной активности, культурной. И иной, это стало совершенно многоэнергетикой, а другой ритм города. Еще, вы знаете, мне вспоминается такое тягостное ощущение такого провинциального города, о котором мне говорили в 2003 году, и дети, и культуры, и науки, и просто жители, что в Петербурге нельзя себя реализовать, для этого надо ехать в Москву, что в Петербурге нельзя реализовать никакие крупные проекты. И мне кажется, что с этим покончено навсегда, что уже никогда о нашем городе, о нашем великом городе, не сказали, что это город согласно судьбой. Мы прошли, по-настоящему прошли точку невозврата. Были ли ошибки? Конечно, были. В любом деле, в непростом, сложном, а во многом мы были первопроходцами, пионерами, конечно, были ошибки. Но то, чего точно не было в команде правительства Санкт-Петербурга, это равнодушие, это пассивность, это непрофессионализм, это недобросовестное отношение к делу. Я признательна всей команде города, которая практически сохранилась в основном, в составе основных костей, сохранилась в эти 8 лет, и честно работала на благо Петербурга. Я рада, что за это время и благосостояние Петербурга. Выросла зарплата учителей в 7 раз, зарплата в 4,5 раза, средняя зарплата по городу. Люди стали лучше, люди стали больше оптимистами, люди стали уверенно смотреть за дождь. Я честно вам скажу, что работа у арматаров – это очень тяжелое движение. Я прошла все ступени власти. Это ежеминутная, ежесекундная ответственность на твоих плечах, мозгах за судьбу города, за судьбу жителей. Но я всей этой землей была счастлива. Я была счастлива, потому что я работала в таком великом городе. Я была счастлива в доверии граждан. Я была счастлива в возможности общаться с выдающимися людьми Санкт-Петербурга, от которых я впитывала все лучше. Это была замечательная школа жизни для меня. И еще раз благодарю вас за победу, которую я показываю. А сейчас я готов ответить на любые ваши вопросы. Спасибо.